Наши в Поднебесной особенности восточной политики и кухни, а также вятская барыня, произвела настоящий фурор на Китайско-Российском молодежном форуме. Страсти по рынку, протесты и пикеты, презентация новых мест для цивилизованной торговли и полосатые рейды по придорожным лоткам. Школа реформ, инклюзивных классов станет больше, а учебных заведений меньше. Какие новшества ожидают нас после 1 сентября? 7 дней жизни Кировской области, факты, персоны, цифры. Здравствуйте, это программа Вести события недели. И начнем наш обзор с политической тематики, которая в этом случае тесно связана и с экономикой, и с культурой. На неделе делегация Кировской области вернулась из китайской провинции Сычуань, где проходил Китайско-Российский молодежный форум. Авиатская барыня произвела настоящий фурор среди китайской молодежи. Все подробности у Миланы Поварницыной. Китайс размахивал флагом, все как полагается. И, наверное, кричал, я хочу жить в Кировской области. Участники делегации с радостью делятся своими впечатлениями и воспоминаниями о поездке на форум. Одним из самых ярких событий стал День России, на котором каждый регион ПФО представлял себя. Кировчане организовали мастер-классы по русским народным танцам, а также лепки дымковской игрушки. Где все желающие могли попробовать свои силы в ручной раскраске предметов народного творчества. Хотя бы у кого-то из китайцев они пробовали? Пробовали. Получилось? Нет. Тем не менее, стенд Кировской делегации пользовался популярностью. И, кстати, располагался он первым перед входом во дворец. Получается, все китайцы, которые проходили мероприятия, они проходили через нас. Сразу же такие яркие костюмы, красно-синие, сразу же дымковская игрушка. Это сразу бросалось очень сильно в глаза. Буквально зажег китайскую площадку и гостей форума и танцевальный ансамбль «Барыня». Песню «Калинка-малинка» исполняла гости из Оренбурга, а кировчанки танцевали. Организаторы форума тоже оказались предусмотрительны. Россияне посетили лекции и занятия. Познакомились с историей национальной культуры и традиционной сычуанской кухней. И вошли в историю. Посадили несколько деревьев, а также заложили камень дружбы. Вообще, в Китае кировчан принимали с большим радушием. Очень любят нашу русскую культуру, наше как раз национальное достояние, таких писателей, как Достоевский, Тургенев, Толстой, Маяковский. Также на форуме прошла встреча руководителей регионов ПФО, которую возглавил полномочный представитель президента Российской Федерации Михаил Бабич. В ней принимал участие и губернатор Никита Белых, который вышел с предложением инвестиционного сотрудничества и провел переговоры. Отметим, что формат взаимодействия «Волга-Янзы» включает многие сферы, но одно из его приоритетных направлений – это молодежное сотрудничество. Для нас это важно тем, что пройдет какое-то время, сколько-то лет, я думаю, что не так много, и большинство из вас так или иначе будут самореализованы. И мы надеемся, что вы и нас смените, тех, кто уйдет на покой. И вот тот стратегический вектор, который президент дал по взаимоотношениям, по сближению отношений с Китаем, как раз это все будете вы делать. И то, что вы сегодня участвуете в закладывании этих кирпичиков фундамента, это очень здорово. Из Китая участники делегации привезли с собой не только сувениры, но и подарок главному федеральному инспектору – кулинарную книгу. Теперь в тонкостях китайской кухни они разбираются гораздо лучше. Можем и не только перевезти, но еще и приготовить, научить вас. Милана Поварницына, Игорь Охотников, Вести, Кировская область. В следующем году в нашей области 18 из 19 свиноводческих хозяйств могут быть закрыты. Причина – нежелание руководителей некоторых предприятий повышать степень защиты от африканской чумы свиней. Ситуацией разбирался Кирилл Сосолятин. Красными флажками на карте России в кабинете руководителя управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике отмечены регионы, неблагополучные по африканской чуме свиней. И часть из них находится по соседству с Кировской областью. Она появилась в 2007 году. Постепенно захватила регионы Южного округа, Центрального округа, Северо-Западного округа. Обнаружена в Приволжском теперь округе и присутствует на территории Приволжского округа. Это две вспышки в Нижегородской области. Вот и с 2010 года она регистрируется в Саратовской области. От Саратова до нас это тысяча километров. Специалисты утверждают, что тысяча километров для африканской чумы свиней не расстояние. Возбудитель легко может преодолеть этот путь даже на колесе автомобиля. Если в начале года было зарегистрировано по всей России всего 10 очагов африканской чумы свиней, то сегодня их уже больше 30. В связи с этим все свиноводческие сельхозпредприятия страны поставили перед выбором либо повышать уровень защиты, либо переходить на альтернативные виды деятельности. У этих хозяйств есть такое понятие компактность, то есть степень их защищенности. У нас из 19 хозяйств только одно хозяйство, это дорожная чайная фирма, имеют третью степень компактности. Все остальные, 17, это первый компактный. По постановлению правительства, данные хозяйства с 2016 года, в случае, если они не обеспечивают третий уровень компактности и останутся на своем первом и втором уровне, они обязаны прекратить заниматься свиноводством. В соответствии с третьим уровнем компактности или защиты, предприятие должно работать в закрытом режиме. Его территория должна быть огорожена, а входы и въезды на территорию оборудованы санпропускниками и дезбарьерами. Понятно, что все это стоит денег, и это одна из причин того, что руководители хозяйств медлят с повышением уровня защиты своих предприятий. Однако закон неумолим, и если до конца года они не успеют достигнуть заветного третьего уровня защиты, то хозяйство и вовсе придется закрывать. В итоге наш регион может вообще остаться без целой отрасли животноводства. Кирилл Сосолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область. На неделе большой общественный резонанс вызвали планы реконструкции Комсомольской площади города Кирова. Многие граждане одобряют преобразование, но есть и те, у кого решение о закрытии мини-рынка на площади вызвало вопросы. Подробнее Вергина Матьвасян. Гляд в горбородские места! Спасем сквер! Участники пикета выкрикивают лозунги о сохранении рабочих мест, спасении сквера, о том, что рынок – социальный объект. С говорящими плакатами стоят даже дети. Судьба мини-рынка на Комсомольской площади их волнует не меньше, чем взрослых. На сайте городской администрации появилась информация о том, что ярмарку на Комсомольской площади закроют в конце августа. И вместо нее появится бесплатная парковка. Мнение продавцов, торгующих на рынке, по поводу нововведения не было единодушным. У меня отношения в принципе никакого, не без разницы. Я к этому отношусь очень плохо. Например, того, что около вокзала есть парковка. Очень большая, она платная, но она никак не задействована. Она все время стоит пустая. Просто открыть эту парковку и уже места появится очень много. Для всех машин было там достаточно. А рынок считаю, что надо оставить. А лучше вложить в его реконструкцию и развитие маленького рынка. Кировские автолюбители также не были едины в оценке новшества. Рынок-то пусть состоят вот здесь. Если бы разметили, сделали бы все. Так бы хватало. У вокзала, привокзальная площадь, там тоже вся парковка есть. В принципе-то. Машины-то некуда ставить. Можно и парковку сделать. Ну, наверное, парковка важнее, как автомобильцы. И еще несколько фактов в продолжении темы. В других больших городах рынки уже давно перекочевали из центра на окраину. Подальше от стратегических и режимных объектов, которым является железнодорожный вокзал. Бывший глава администрации Ленинского района Кирова, а ныне министр предпринимательства, торговли и внешних связей Алексей Вершинин на встрече с журналистами особо подчеркнул, что предприниматели, торгующие на рынке, были своевременно извещены о грядущих переменах. Вот эти ребята на Комсомольской площади в последнее время, в последние годы, несколько лет, заключали договор на очень короткий период. Существует план реконструкции при вокзальной площади, который им известен. И они каждый раз говорили, ну давайте пока техника не зашла делать эту парковку, мы будем торговать. Поэтому очень короткими периодами им продлевалось время пользования этим участком. И они в то время готовы были уйти оттуда, как только зайдет строительная техника. Добавим, что всем предпринимателям уже предложены торговые места на других площадках. Также городские власти пообещали при строительстве позаботиться о сквере. Регина Матевосян, Максим Козлов, Вести, Киров. И на неделе тему масштабных перемен в уличной торговле продолжили в администрации города Кирова. Там подвели итоги исследования развития торговой сферы в областном центре. Подробнее Кирилл Сосолятин. На сегодняшний день в Кирове пустует около 40% торговых мест. В открытом павильоне центрального рынка имеется 67 свободных точек. Немало пустующих мест около 500 и на вещевой ярмарке рынка. По словам Игоря Палкина, любой обратившийся предприниматель вправе занять их. 6500 это стоит, значит в месяц это стоит вот это место. Этих мест 250 рублей в день. То есть в любое время можно приходить, занимать эти места. Здесь 40 мест подготовлено специально для желающих, кто будет здесь встать. То есть не верьте никому, места есть свободные, цена стабильна. Вот она будет такая, цена здесь находиться. Стоит отметить, что в администрации города центральный рынок рассматривают как достойную альтернативу торговым местам на ярмарке на Комсомольской площади, которую планируют закрыть и на ее месте организовать парковку. Могу сказать, что на привокзальной площади вы отлично знаете и как раз наука подсказала, что обеспеченность торговыми площадями превышена. Во-вторых, не надо увязывать прекращение деятельности ярмарки с какими-то действиями, что ли. Во-первых, предприниматели давно знали, что по стратегическим планам градостроительным в городе там должна быть парковка. И сколько у нас автолюбителей в городе. Я думаю, что каждый поддержит это направление, и оно необходимо. Также в скором времени должна открыться новая ярмарка на улице Жуковского, 11. Площадь будущей ярмарки еще никем не занята. К открытию владельцы территории планируют организовать масштабную разъяснительную кампанию. Начальник управления развития предпринимательства Александр Сидельников отметил, что несмотря на то, что здесь тоже будет ярмарка, тут она будет более уместна, чем на привокзальной площади. Наше направление, всю уличную торговлю перевести в крытое помещение, в удобное, в современное сейчас. С одной стороны. С другой стороны, да, существуют сейчас, скажем так, и санкции, и кризисные явления. И мы призываем частный бизнес все-таки организовывать площадки. Но опять, в чем здесь стратегическое направление? В центре города они не должны бы находиться. Это как бы стратегические направления, ну и российские, и мировые. Они должны быть где-то рядом, в транспортной развязке, чтобы было удобно подъехать, чтобы в пробках не стоять. В целом же в Кирове в 35 торговых центрах имеются свободные площади. В основном они предназначены для реализации промышленных товаров. Стоимость аренды колеблется в диапазоне от 250 до 2000 рублей за квадратный метр в зависимости от района расположения торгового центра, площади торгового места и его расположения в торговом центре. Кирилл Сосолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область. Ну а то, что торговлю на улицах нужно срочно приводить в цивилизованные рамки, каждый из нас может убедиться лично. Ароматные дыни и арбузы буквально заполонили автодороги Кирова. Торговля идет в прямом смысле с колес и, как выяснилось, весьма часто незаконно. Репортаж Анастасии Красаковой. Визита специалистов фитосанитарного надзора мужчина в розовой рубашке явно не ожидал. Еще недавно он старательно выкладывал товар на поддоны, а теперь торопится скрыться. Сейчас хозяин приедет, поговорить с ним. А он точно приедет? Да, да, да. Позвонили, должен приедать. А вы не хозяин, получается? Вы просто торгуете или что? Я не торгую, я просто приеду. А, помогаете просто? Укрывшиеся в машине мужчина пояснили, они за данный товар не отвечают. Поэтому общаться с сотрудниками Ростельхознадзора не собираются. Мол, приедет владелец и все объяснит. Спустя недолгое время появился молодой человек, который представился продавцом. Вот только ни документов на товар, ни документов, удостоверяющих личность, у него с собой почему-то не оказалось. И о том, что они в принципе должны быть, он тоже не знал. Вы не можете, да, зайти в машину и посмотреть документы, и сдать? Нет. И вы даже не знаете, есть ли они там? Да. То есть вы владелец, который вообще ничего не знает? Как и все. После непродолжительной и малоинформативной беседы сотрудники Ростельхознадзора составили на молодого человека протокол за отсутствие фитосанитарных сертификатов. На данное физическое лицо составлен административный протокол. Будет вынесено постановление, наложен штраф от 300 до 500 рублей. Такой же протокол составили и на владельца передвижного ларька, который появился позже. Контролируют торговлю бахчевыми культурами сотрудники Ростельхознадзора не случайно. Многие перевозчики зачастую не сообщают в управление о прибытии на территорию региона овощей и фруктов, тем самым минуя осмотр грузов и фитосанитарный контроль. Из-за такой безответственности на прилавки сочными плодами попадают опасные вещества. Причем их разносчиками выступают не растительные продукты, а то, в чем их перевозят. Тара, соломенная подстилка и транспортное средство. С подстилкой можно привезти такие карантинные объекты, как повеликая амброзия. Данные объекты опасны для животных и человека. Повелика вызывает аллергию, амброзия, заболевания и отравления желудочно-кишечного тракта у животных. Потребителям сотрудники Ростельхознадзора советуют спрашивать у продавцов бахчевых культур товарно-сопроводительные документы, накладные, карантинные и фитосанитарные сертификаты и стараться приобретать арбузы и дыни подальше от дорог. Анастасия Корсакова, Алексей Стахеев, Вести, Киров. Смотрите программу Вести события недели. Мы продолжаем обзор самых обсуждаемых тем прошедшей семидневки. На неделе Кировская областная клиническая больница номер 3 поменяла название и стала центром травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Какие новые возможности появились у врачей после этого исторического события, расскажет Виргина Матевасян. Вывеску на входе еще не успели поменять, но в ближайшее время это будет сделано. Кировская травматология уже давно заслужила быть центром травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Новое название полностью отражает то, чем клиника занимается на протяжении многих лет. Российское министерство здравоохранения, подписывая приказ о создании именно центра, опиралось на несколько важных показателей. Компетентность и профессионализм медколлектива и оснащенность клиники. Третий, четвертый позвонок, вот если мы посмотрим, измененный сигнал вот этих позвонков по сравнению с темным нормальным сигналом. Одно из последних приобретений больницы, которое позволяет доктору Александру Коробову провести точную информативную диагностику МРТ. Возможности новой техники ни в какое сравнение не идут с обычными рентгенологическими методами, в том числе и компьютерной томографией. Здесь мы смотрим, мягкие ткани очень хорошо видны, вот на данном примере видно. Если на КТ мы бы сомневались, за счет чего этот процесс происходит, то в данном случае мы достаточно четко можем сказать, что именно это и воспалительный процесс, а не какой другой. Наша травматология, одна из первых областных больниц в России, стала центром. Медиков с этим событием поздравляют даже пациенты. Кстати, едут они сюда на лечение со всех российских регионов. Звонки поступают и из ближнего зарубежья. Оно и понятно. В последние годы здесь активно развивается амбулаторная хирургия. Внедряются артероскопические методики. Освоено эндопротезирование всех суставов, включая фаланг пальцев. Важным направлением является микрохирургия. Руслан Куцый приехал из Ямало-Нинецкого автономного округа. Операция была назначена, а на следующий день его пребывания в клинике абсолютно для него бесплатно. Мужчине восстановили связку, удалили поврежденный мениск. Через пару дней он будет выписан из больницы. Я приехал ночью, практически в один час вечера ночью. Меня сразу приняли. Сразу приняли и определили в палату. Не пришлось долго ждать операции. Сразу же. Вообще хочется отметить, конечно, вежливость, аккуратность. Профессионализм персонала. Чувствуется, что люди работают ответственно и знают свое дело. Центр и прежде считался клиникой современных медицинских технологий. Под новой вывеской он продолжит совершенствоваться. Уже разделили потоки в приемном покое. Для экстренных пациентов, транспортабельных и нет, и для плановых. Появится в клинике и послеоперационное отделение. Опыт перенят у зарубежных коллег, которые частенько бывают в кировской травме. Еще открылось отделение вертибрологии. У нас начинают лечиться пациенты из нашего субъекта, из других регионов пациенты с травмами позвоночника, с последствиями травм позвоночника, с заболеваниями, так как грыж дисков, деформирующие артрозы, врожденные аномалии в развитии. В общем-то, весь комплекс заболеваний позвоночника требующий оперативного лечения. Как самое передовое учреждение, центр продолжит не только внедрять новые технологии, но и создавать свой особый стиль. Стены фойей пролетов уже расписаны. Заметно улучшилась территория внутреннего дворика, в центре которого металлический арт-объект, надломленное молодое дерево, которое перевязали, чтобы вылечить. Вергина Матевосян, Денис Тружков, Вести, Киров. Последние модные веяния в сфере образования дошли и до нашего региона. Вслед за инициативой объединения двух главных кировских вузов появилась информация о возможном слиянии двух нововятских школ номер 61 и 65. Когда ждать изменений, как к ним отнеслись в самих образовательных учреждениях, узнала Анастасия Корсакова. В школе номер 61 сейчас учатся 860 человек, из которых 38 детей, а это три учебных класса, дети с нарушениями в развитии. Для них здесь есть все необходимое. Тренажеры, сухой бассейн, доска для рисования песком. В прошлом году даже сделали специальный туалет для детей-инвалидов. В соседнем здании на первых двух этажах разместилась коррекционная школа номер 67. Этажи выше занимает «Радуга» – станция юных туристов. С 1 января 2016 года все муниципальные коррекционные учреждения передаются в ведение области. Поэтому коррекционная школа превратится в коррекционные классы, принадлежащие 61-й школе. Что станет со станцией юных туристов, пока неизвестно. Директор школы номер 61 Владимир Русских на камеру что-либо комментировать отказался. Но пояснил. Новости о возможном слиянии нововядских учебных заведений узнал и СМИ. По его словам, если объединение состоится, то нужно скорее радоваться, чем паниковать. Нововведение позволит начальным классам учиться отдельно от среднего звена. Продители, дети, они ничего не проверят. А вот директоры школы номер 65 возможные перемены вовсе не радуют. О них он тоже узнал из СМИ и считает, что опасения не беспочвены. Это уже ситуация несколько лет битает. Есть эти слухи, есть какие-то подкрепленные программы, которые мы не знаем. Но ясное дело, что сейчас очень важным является сохранение бюджета города Кирова, оптимизация. Это все эти вопросы. Но как бы сказать, для тех, кто является потребителем основных услуг, для детей, родителей и педагогов, ничего хорошего в этом я не вижу. По его мнению, с уменьшением количества образовательных учреждений уменьшится и конкуренция, а вслед за ней упадет и качество образования. К тому же для малышей и подростков смена привычной обстановки – это все равно стресс. Пока известно, что предстоящий год для учащихся образовательных учреждений Нововядска пройдет без изменений. Вопрос о слиянии школ номер 61, 65 и 67-й коррекционной школы пока только прорабатывается. В новом учебном году в области появится больше школ и классов, работающих в системе инклюзивного образования. Подобные методики уже несколько лет применяют в Кирово-Чепецкой школе номер 5. Репортаж Виргина Мативосяна. Фронт работ. Этим мастерам известен хорошо. Сейчас нужно утрамбовать песок для будущего пандуса, затем заняться ремонтом тамбура на входе. Для того, чтобы адаптировать обычную школу для детей с ограниченными возможностями в учебном заведении, устанавливается специальное оборудование для безбарьерного передвижения. Особое внимание уделяется всем зонам, даже санузлу. Это бывшая Лобанская, которая будет, она уже переоборудована для детей с ограниченными возможностями. Это сам узел. Здесь будут гибные поручни. Это первые шаги к тому, чтобы дети с проблемами здоровья с детства чувствовали себя комфортно в обычной среде. Стараясь избегать деления детей на больных и здоровых, такую форму обучения называют инклюзивным образованием. Проще говоря, оно предполагает обучение детей с ограниченными возможностями здоровья не в специализированной, а в обычной школе. Здесь сегодня учатся 126 детей. У всех нарушение зрения. С ними работают не только учителя, социальные педагоги, но и врачи, и дефектологи. У нас слово «очкарик» отсутствует. То есть дети с ограниченными возможностями по зрению чувствуют комфортно себя в школе. Открыты классы охраны зрения 1999 года. И специализированные классы именно для детей КРО четвертого вида. То есть там отклонение по зрению. Но есть дети с ограниченными возможностями, которые учатся в обыкновенных классах. А в прошлом году, когда учебное заведение включилось в программу «Доступная среда», стало поступать много современного лечебного и реабилитационного оборудования, которое активно используется в работе. Это и аппараты для коррекции зрения, компьютерное оборудование с программой «Релакс» для глаз. Есть и с программой «Ай», предназначенной для восстановления зрения или лечения, например, того же косоглазия. Закуплены видеоувеличители, позволяющие укропнять шрифт. Для занятий физкультурой появились специальные звуковые мячи. За два года на программу «Доступная среда» в Кировчепецке было направлено более двух миллионов рублей. Это средства федерального, областного и местного бюджетов. Для того, чтобы люди учились ценить жизнь каждого человека как уникальную данность, которая нам дана, а для того, чтобы они учились помогать друг другу, конечно же, это важно. И инклюзия – это не только, когда ребенок приходит к нам, но это и готовность всего нашего общества принять ребят такими, какие они есть. Это очень важно, потому что от этого зависит то, как будет формироваться будущее этого ребенка и его социальная адаптация в обществе. Работа в этом направлении только началась. В школе планируют обучать детей, у которых есть проблемы с речью и нарушение опорно-двигательного аппарата. В самых же ближайших планах завершить установку пандусов и поручней, создать все условия в учебных классах. Скоро будет готова и сенсорная комната, где наряду с детьми с проблемами здоровья смогут релаксировать их одноклассники. Вергина Мативосян, Максим Козлов, Вести, Кировская область. Больше недели в Кировской области работала группа студентов и преподавателей из Петербургской консерватории. Они изучали фольклор и песенные традиции русского севера. Из Белых Луниц репортаж Миланы Поварницыной. На угорчике, да на прекрасоте, да лёле, лёле, да на прекрасоте. Хороводную песню «На угорчике, на прекрасоте» когда-то исполняли на праздник Тройцево в Афанасьевском районе. Теперь ее помнят только старожилы тех мест. Студентам-фольклористам удается воспроизвести песню буквально с народных голосов. С 2009 года студенты и преподаватели Санкт-Петербургской консерватории в рамках учебной фольклорно-этнографической практики ездят по районам Кировской области и исследуют традиции русского севера. Эта обширная территория всегда отличалась своими самобытными обрядами, лирическими протяжными и хороводными песнями. Характерно это и для Вятского края. Здесь, вы знаете, было свое кустарное производство гармоники, Вятская гармоника. И до сих пор есть мастера, которые могут и делать, и ремонтировать гармоники. Мы с этим столкнулись. Здесь же на этой земле есть, скажем, заповедные такие зоны, это восточные районы, откуда мы сейчас приехали как раз, где можно услышать до сих пор и замечательные протяжные песни, свадебные обрядовые песни. Исполнители, они еще помнят, как они и детьми бегали, смотрели, как они уже и во взрослом возрасте собирались на берегу, реки водили эти прекрасные хороводы. Некоторые исполнители еще нам спели парочку таких хороводов. В селе Кай Верхнекамского района еще сохранился ансамбль, участники которого восстанавливают по памяти свадебные обряды и поют старинные свадебные песни. Студенты знакомятся с исконно русскими традициями инструментальной музыки, постигают азы народной культуры, общаясь с ее носителями. Но самое главное – фиксируют образцы народных песен, которые здесь бытовали. Потом они постараются их воссоздать по тем образцам, которые хранятся в архиве. Мы сейчас в Верхнекамском районе даже записали прекрасные старинные свадебные песни. К сожалению, эти записи из сольного образца, то есть уже нет таких полноценных ансамблевых. Но нам удалось поработать и записи с наложением, то есть это когда один человек, сначала один голос поет, и потом мы ему включаем, и он себе сам подпевает, и получается таким образом мини-ансамбль. Итогом практики станут уникальные фольклорные материалы. Диски, сборники – они будут максимально доступны всем. Ну а экспедиция петербургских фольклористов в следующем году планирует вновь побывать на Вятской земле. Милана Поварницына, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область. Ну а любителей современной музыки и драйва на неделе ожидал настоящий подарок. В Кировской области прошел пятый байк-фестиваль «Взлетная полоса». На этот раз он поменял место дислокации и переехал на аэродром Кучаны. Трюки на мотоциклах – всегда завораживающее зрелище. Показательные выступления братьев Фроловых стали главным событием фестиваля. Александр – единственный за всю историю российского триала, участник индивидуального чемпионата мира. Антон – единственный спортсмен, получивший звание мастера спорта в 15 лет. Соревнуются вместе, и соперничество помогает. Только лишь из-за этого и растет уровень в России. Где-то он за мной, где-то я за ним. Так и растем вместе, дружно, как братья. Но в основном все тренировки, которые реально мы чему-то учимся, это, конечно, тренировки с ребятами, с мировыми спортсменами в Европе. В мото-триале главное не задеть препятствий и не коснуться ногами земли. Да и мотоцикл здесь особенный. Легкий, компактный, но в то же время мощный и прочный. А еще на нем нет сидений. Мотоцикл надо всегда настроить под спортсмена, потому что совершенно, когда мотоцикл новый, кому-то как-то так неудобно, кому-то как-то так руль неудобно держать. Все это очень-очень серьезная настройка. На мотоцикле нельзя гонять. Тут большой маховик, нам сначала надо раскрутить двигатель, а потом уже всю эту мощность по инерции использовать. На фестивале можно было не только познакомиться с современной мототехникой, но и проследить историю развития мотоцикла. Если посмотреть на молодежь, которая приходит на такие мероприятия, то, безусловно, видно, что дети вовлекаются в занятия техникой, они вовлекаются в мотоцикл. Они понимают, что мотоцикл – это все-таки точно такое же транспортное средство, как и автомобиль. И у них все равно формируется некий стереотип законопослушного участника дорожного движения. Байк-фестиваль «Взлетная полоса» проводится в пятый раз. В этом году он сменил место дислокации и переехал из Ужума ближе к областному центру, на аэродром Кучаны. Таким образом, организаторы ищут новые места и новые формы для развития мото-культуры в регионе. Мы планку поднимаем выше и выше с каждым мероприятием. Это достаточно сложно делать, но мы стараемся. И самая лучшая, наверное, оценка – это отзывы ребят, которые там побывали на наших мероприятиях. Самая лучшая оценка – это количество народа, которое приходит на эти мероприятия. Гости фестиваля смогли полетать на самолете и воздушном шаре, покататься на лошадях и поиграть в пейнтбол, принять участие в конкурсах и послушать выступления рок-коллективов. Валентина Палкина, Денис Тружков, Вести, Кировская область. И на этом у нас все. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok